По привычке местные жители его называют сельским клубом, но по факту теперь это современный Дом культуры. Новые кресла, обновленная одежда сцены, современное звуковое и световое оборудование. Подарить вторую жизнь культурному центру села стало возможным благодаря участию в программе по софинансированию местный Дом культуры, которую организовала партия «Единая Россия». Мы вошли в эту программу единственной в Анапском районе. Два миллиона – это просто сказочная, фантастическая абсолютно цифра. Не верили мы, что нам так повезло, но да, действительно, деньги были выделены. Выделены деньги, постарались сразу же подготовить документацию именно на приобретение самого необходимого для того, чтобы выступления казались с каждым разом все более современными, все более красивыми, профессионально подготовленными правильно. Ну вот и сегодня открытие. Весь вечер со сцены звучали поздравления и добрые слова пожеланий в адрес клубных работников и всех селян. С этого дня здесь началась новая культурная жизнь. Было сказано Дом культуры, клуб. Наверное, скажу немножко по-другому. Это душа. Это то место, где мы можем вместе собраться, где все друг друга знают и рады видеть. Мы знаем, сколько здесь героев сельского труда, сколько здесь орденоносцев, сколько здесь было музыкантов. И какой здесь жив и живет прекраснейший народ нашего города-курорта Анапа. Я хочу поздравить вас, потому что вы сберегли это. Потому что это не только Дом культуры, это история нашего государства. Помощник депутата Государственной Думы Ивана Демченко Светлана Хижняк от его имени выразила слова благодарности за реализацию важного партийного проекта, которое стало возможно благодаря усилиям целой команды городской администрации, депутатов и руководства Дома культуры. Данный проект местный Дом культуры подразумевает с собой финансирование местным бюджетом 10%. Это очень выгодно для муниципалитета. Самая основная задача – это собрать правильно пакет документов и суметь его подать в определенные сроки. Они реализовали этот проект в полном объеме. Поэтому это совместная работа всех. Поэтому всем огромное спасибо. И такой бы команды всем и побольше. Для местных жителей это настоящий подарок. Ведь теперь культурная жизнь поселка получит новый импульс в развитии, что, несомненно, скажется и на творческих успехах каждого ребенка. В нашей жизни Дома культуры занимает большое место. Мы сюда ходим уже четвертый год. Занимаемся в коллективе «Волшебная маска» руководителя Оксана Григорьевна. Мы занимаем призовые места. И вообще детям есть чем заняться, есть куда ходить. Здесь танцевальный, вокальный, театральный коллектив. Нам нравится, потому что на любой праздник всегда у нас концерты. Всегда у нас висят объявления о том, что будет проходить. Танцевальные, вокальные. Я пошла на театральный кружок Оксане Григорьевне Логутенко. И четыре года занималась. Поступила в Северский колледж культуры на театральное творчество. И сегодня я пришла на праздник. И просто до слез. Мне так хочется, мне так очень хотелось на этой сцене сегодня побыть. Я счастлива, что я сегодня приехала сюда и увидела родные лица. Свои лучшие номера юбилярам подарили творческие коллективы городского театра ДК Станицы Благовещенская, села Юровка и Гайкадзура. Реализация этого проекта – отличный пример, как можно привлечь федеральные средства на решение вопросов местного значения. На данный момент идет сбор документов на участие в проекте и еще пяти сельских домов культуры.